Мы продолжаем и тема номер один. Это, конечно же, международный олимпийский комитет, который отстранил российскую сборную от участия в ближайших олимпийских играх в Южной Корее. Они уже через два месяца, сделать ничего нельзя и точно спортсмены наши, если туда поедут, будут выступать не под национальным флагом, не будут слышать национальный гимн после победы, они будут выступать под нейтральным флагом. Что вменяется России и ее сборной? Ну, во-первых, международный олимпийский комитет решил, что Россия не может участвовать в играх в 2018 году официально как страна. Стало быть, допущены будут только спортсмены как личности персонально, как участники олимпийских игр, чистые, не обвиненные в использовании допинга. Кроме того, Виталий Мутко персонально отстранен от олимпийских игр пожизненно. Это бывший министр спорта и нынешний вице-премьер Российской Федерации. Понятно, что Урал весьма спортивное место, у нас претендентов на участие в олимпийской сборной 14 человек было. Давайте сейчас обсуждать со спортсменами и включая олимпийских призеров. Спасибо большое, что пришли. У нас сегодня в студии Олеся Красномовец, бегунья, олимпийская чемпионка. Иван Алыпов, лыжник, тоже олимпийский чемпион. И Дмитрий Форшев, бегун, призер первенств России, Европы и мира. Но без олимпийской медали, ну ничего, и так бывает. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Еще не вечер, да, Дмитрий? Здравствуйте. Да, вопрос номер один, который, я боюсь, задают всем спортсменам. Вы для себя как решили бы эту дилемму? Ехать, но выступать под нейтральным флагом или не ехать, ну потому что гордость за страну, ну и вообще как-то защищают честь Родины. Можно с вас начать, Олеся? Ну уже сегодня, да, новость-то такая, ошеломлила. Я хочу сказать, что лично для меня, уже давно начала еще след отвечать на этот вопрос для себя, я бы поехала. Объясню, почему спортсмен, втянутый в политические какие-то дрязги, он здесь совершенно выступает в роли жертвы. Потому что четыре года цикл олимпийский, он может быть для тебя заключительным. И этот шанс, когда ты отбираешься и не имеешь возможности выступить и показать, что ты сильнейший на данный момент, он может быть упущен. И я думаю, кто неравнодушен к спорту, знает, что тебя воспитала и тебя готовила Российская Федерация. И выступая, стоя там на педестале почета, вся страна и ты тоже мысленно будешь исполнять свой гимн. И люди, которые, говорю, да, болельщики, которые за тебя радеют, твои близкие, твой город, твоя страна, все равно знают, что ты россиянин. Поэтому я отвечаю, что я бы поехала. Иван, вы поехали бы под нейтральный флаг встать? Я, безусловно, тоже неоднократно сегодня отвечал на этот вопрос. Я, безусловно, убежден в том, что ехать нужно, что ехать необходимо. И наши спортсмены, наши чистые спортсмены должны в очередной раз доказать, что именно на спортивной площадке, на спортивных аренах, доказать, что они действительно конкурентоспособны. Они могут бороться, они могут чисто выигрывать. И доказывать это нужно именно на спортивных площадках, а не в залах судебных заседаний, в каких-то высоких кабинетах, где люди, так скажем, немножко отдаленные все-таки непосредственно от спортивных состязаний решают судьбы людей, спортсменов, стран, спортивных держав, именно в угоду своих каких-то там личных, может быть, лоббируя какие-то другие интересы. Дмитрий, ваше решение этой дилеммы? Мое мнение, что человек, который отдал, можно сказать, всю свою жизнь спорту, готовясь к определенным стартам, всю жизнь занимаясь либо легкой атлетикой, либо лыжными спортами, любым видом спорта, его цель – это Олимпийские игры. Это самый важный старт в жизни спортсмена. И я бы поехал бы под флагом нейтральным и участвовал бы. У нас тут тогда единодушие, но смотрите, какая ситуация. Ни для кого не секрет, что вот это жесткое решение МОК – это результат, в том числе, недоработки наших спортивных функционеров. Сейчас единственный, кто может выразить свое недовольство этим решением – это сами спортсмены. Россия – довольно большая спортивная держава. Второй, первый общенациональный медальный зачет у нас обычно. Вот если мы не поедем, Олимпийские игры уже не те. Почему бы не проявить солидарность? Или я как-то не так трактую народное единство, солидарность и все прочее? А к чему вот эти вот сейчас обиженки включать конкретно спортсмена? Давайте так, разделим все-таки спорт и политику. Так не в политике делаем заступиться со своих спортсменов. Вот именно мы сейчас разделим спорт и политику, и каждый будет заниматься тем, что он должен делать. То есть спортсмены должны выступать, соревноваться и доказывать, что они сильны именно на спортивных площадках, а чиновники пускай занимаются этим в этих кабинетах. Смотрите, когда рабочие недовольны условиями труда, они выходят на забастовку. Почему спортсмены в знак солидарности со своими коллегами, товарищами спортсменами, которых не допустили, обвинили и, в общем, без доказательств многих не допустили к участию, не отказаться? Это не является поводом профессиональной солидарности? Можно об этом дискутировать сколько угодно и приводить правильные и неправильные доводы с каждой стороны. То есть мы свое мнение вот такое высказываем, что нужно выступать, нужно еще раз выступать и еще раз доказывать, что есть в России чистые спортсмены, которые действительно могут побеждать честно. Вообще много очень заявлений было от спортсменов и от политиков. Надо сказать, самые громкие имена среди политиков, которые за то, чтобы не ехать, это Жириновский и Кадыров, соответственно, лидер одной из парламентских партий и руководитель одной из Кавказских республик. Но спортсмены в основном говорят, что ехать нужно. Например, Евгений Кафельников, олимпийский чемпион по теннису, заявил, что нашим спортсменам 100% нужно ехать на игры 2018 года, был бы действующим спортсменом, все равно бы поехал. Даже если президент России Владимир Владимирович Путин сказал бы, что все олимпийцы не должны участвовать, я бы все равно поехал. Я бы не послушал президента. Олимпиада больше, чем президент. Давайте сейчас узнаем мнение людей, простых людей, горожан. Мы спросили их на улицах, стоит ехать или не стоит ехать. Потом продолжим разговор. Русские люди такой народ, что мы должны быть гордыми. То есть, если нас убрали, то у нас должно быть какое-то самолюбие. В общем, вот. Вы тоже с гордостью? Конечно, само собой. И вы бы отказались? Ну, а смысл тогда выступать, если не под своим флагом? Смысла тогда нет. Мы тогда уже представляем не свою страну, а, я не знаю, каждый сам за себя. Это мы с вами, а спортсмены, наверное, по-другому думают. Ну, это спортсмены. Они же для нас выступают еще вдобавок. Ну, если честь страны, тогда, конечно, не надо. Если лично каждый за себя, то тоже такое дело. Ну, от каждой индивидуальной ситуации все зависит. Зависимость от обстоятельств, финансовых, жизненных и так далее. Если, допустим, спортсмен, например, последние, не знаю, там, пару лет выступает, то, я представляю, ему значительно обиднее, чем тому спортсмену, у которого еще спортивная карьера впереди. Может быть, это его последний шанс чего-то добиться, что-то показать. Ну, прежде всего, это решение должно быть самих спортсменов, без какого-то давления с наших государственных структур. Это личное дело каждого. Поэтому я не осуждать не буду, не как-то радоваться. Личное дело каждого. Конечно же, нам всем хочется, чтобы они участвовали под нашим флагом, слушать наш гимн, радоваться, болеть. Я считаю, что в любом случае надо выступать. Почему? Ну, чтобы хотя бы в таком ракурсе показать, что мы на что-то способны. Стоит. Почему? Показать лучший результат, что в России есть хорошие спортсмены. Мы продолжаем. Ну, не все так однозначно. Народ говорит, что скорее нужно ехать и нужно спортсменам свою судьбу поставить на первое место. Если искать виноватого. Вот сейчас много говорят про Мутко, про других спортивных функционеров, что если они даже не виноваты в этой ситуации, то, как минимум, они последние годы ничего не делали. Начиная с Олимпиады в Рио, было понятно, что идет кампания, что будут сложности, но на официальном уровне ничего не происходило. Если искать виноватого, вы кого назвали бы, Алис? Я не хочу никого казнить. Так. Но чтобы не повторилось, чтобы сделать выводы? Надо было, конечно, сразу же брать ситуацию под контроль. Мне очень сложно сейчас объективной быть, потому что я не знаю, что там происходило. Были ли проявлены какие-то работы. Но я знаю, что поменялись и руководители организаций, и федерации очень много передвижек произошли. Но ни к чему. Результат-то конечный. Вот о чем мы говорим. Результат конечный, что у нас пострадали пара олимпийцев, которые были отстранены. И сейчас зимняя Олимпиада повторяет судьбу. Вообще можно сказать, что какая-то предвзятость была по отношению к России? Вы же были со своими товарищами по команде серебряными призерами. И через много лет из-за дисквалификации золотого призера вы получили автоматически золотую медаль олимпийскую. Там тоже не все так просто. Федерация... Она была американкой, вот ее строго наказали. И прошло довольно много времени. Можно сказать, что к России относятся ко всем так же жестко, нет? Открою вам тут секрет один. Вся это передвижение всей нашей медали олимпийской и серебряной, в итоге все так и затухло. Значит, шум пошел, девочка призналась, но наказание не получило никакое. В итоге мы остались серебряными призерами, а американская сборная осталась олимпийскими чемпионками. Почему вопрос? Вопрос очень большой. Потому что большая держава США вступилась, хорошие адвокаты, они ее просто отстояли. И что творится вот сейчас с нашими спортсменами? Здесь вообще, вот лично для меня, это такая большая несправедливость. Бездоказанно. Тут уже человек, который признается в употреблении. Она призналась, это уже факт. Человек сам признается. А у нас нашли какие-то, извиняюсь, черточки там. И это уже основание полагать, что человек нечистый. Черточки в смысле, как будто вскрывали банк в сценарии? Как будто вскрывали, еще там много таких легенд, можно послушать, бредовых. И здесь у меня нет вообще комментариев. Где справедливость? Какая-то ранка, понимаете, стерлось вот это вот все. Отлично. Фиксируем, что у них адвокаты. И благодаря адвокатам можно было отстоять, если по этим заниматься. Иван, может, я не объективен, и я зря на наших спортивных функционеров напрасно возвожу. У вас же отец тренирует паралимпийцев. Они выступали уже под нейтральным флагом. Может, на самом деле там идет какая-то работа, просто незаметная нашему глазу? Я не знаю, я не видел реальных результатов этой работы. На сегодняшний день у меня отец находится в Канаде в составе, не знаю, как это назвать, то есть делегации от российской стороны под нейтральным флагом, без символики, без гимна. Они уже начали выступать в этом сезоне именно под нейтральным флагом. К сожалению, большому сожалению, об этом никто не знает, об этом мало кто говорит. Но этот факт имеет место быть. То есть сейчас отстранили основную сборную олимпийскую, паралимпийцы уже выступают под нейтральным флагом. Дмитрий, нынешние заявления о поддержке, они чего-то стоят? Ну вот, например, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт сказал, цитирую по порталу знак.ком, мы поддержим уральских олимпийцев, какое бы решение они ни приняли. Повторю, 14 спортсменов с Урала претендовали на участие в сборной. Кремль тоже было официальное заявление, что мы поддержим спортсменов, если они решат ехать. Это вот серьезные заявления или это скорее такая моральная поддержка? Ну, скорее всего, это моральная поддержка. Но, возможно, Леонид Романович еще имел в виду, что поддержим то, что ребята будут продолжать заниматься и готовиться к следующим олимпийским играм. Возможно, что-то разрешится и к следующей олимпиаде ребята уже будут выступать под российским флагом. Финансовая поддержка не прекратится? Ну, то есть каким-то образом все равно будет оказываться? Мы точно не можем ничего сказать. Да, не обладаем никакой информации. Хорошо, давайте послушаем, что говорит олимпийский чемпион, биатлонист и нынешний депутат Государственной Думы от Урала Сергей Чепиков. У него сдержанный такой оптимизм и, опять же, он представляет собой не только спортивное сообщество, но и высшую политическую власть. Узнаем его мнение. Ну, конечно, решение Международного Олимпийского комитета – это для нас большая трагедия для всего российского спорта. Но я считаю, не нужно превращать их в какого-то особого рода истерию по этому поводу. Нужно, наоборот, объединиться и поддержать психологически и материально, возможно, тех спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом. Они не виноваты в этом, что решение мог такое. Они всю жизнь к этому стремились. И я помню, как сам, будучи еще начинающим биатлонистом, мечтал о выступлении на Олимпиаде. И это, конечно, вершина самой реализации спортсмена, и не надо их этого лишать. Я надеюсь, что наши спортсмены будут принимать участие в Олимпийских играх. Они должны сами это определить. И вот 12 декабря у них будет, они соберутся для принятия решения. И уже мне сказали, что обратилась хоккейная команда нашей сборной к президенту Российской Федерации о возможности участия в Олимпиаде под нейтральным флагом. Я надеюсь, что какого-то такого категоричного решения против не последует. Обратите внимание, какие страсти депутат говорит, и у него на заднем плане явно Дмитрий Губерниев говорит на эту же самую тему. Это, конечно, всем безумно интересно. Финансовую поддержку пообещал, будем считать, психологическую пообещал. Про психологическую. Насколько важно спортсмену выступать под российским флагом? Я еще одну небольшую цитату приведу. Евгения Медведева, фигуристка на исполкоме МОК, произносила речь. И на портале Медуза есть эта речь целиком. Она, в частности, сказала, что всегда считала, что возможность выступать на Олимпиаде, за нее нужно бороться на льду. К сожалению, сейчас я понимаю, что могу лишиться этого шанса из-за обстоятельств, которые никак от меня не зависят. Я не могу принять вариант, при котором я выступала бы на Олимпийских играх без флага России, как нейтральный спортсмен. Я горжусь своей страной. Для меня огромная честь представлять ее на играх. Это дает силы и вдохновляет меня во время выступлений. Еще она говорит, что другие участницы будут под своими национальными флагами, а она нет. И вот этих моральных сил у нее будет меньше, что это дискриминация. Ну, действительно же, спортсмены примерно все в одинаковой форме. И задача в решающий момент выступить хорошо. Моральная поддержка очень значима. Насколько национальный флаг – прям значимая штука? Насколько это большая материальная поддержка? Может, нейтральный, ну, Олимпийские кольца – здорово, или там флаг Федерации? Наверное, для кого-то это действительно очень сильно важно, для кого-то в меньшей степени. Но в любом случае, любой спортсмен, который будет участвовать под нейтральным флагом на играх в Пинчанге, он в любом случае будет гражданином Российской Федерации. И флаг для него и гимн будет в его душе, в его сердце. А мы, со своей стороны, вот уже сейчас, как болельщики, просто за него должны поднять этот флаг, за него спеть этот гимн. И вот именно таким способом поддержать, придать каких-то сил, передать эти силы на уровне каких-то тонких материй, для того, чтобы наши спортсмены побеждали. Ну и чего тогда упираться в этот флаг, если флаг и гимн внутри? Ну вот я о чем и говорю, то, что это в большей степени, наверное, все-таки надутая какая-то история. Много таких патриотов, которые кричат, нам нужен гимн, нам нужен флаг и так далее. Недавно вот буквально открывал один хоккейный турнир, который называется «Выходи во двор». Да, играл гимн, люди стояли, 90% даже шапку никто не снял. Причем на улице не было у нее так холодно. Хотя, наверное, из них... Чего греха таить не все знают слава. Из них половина, да, будет кричать о том, что нет, не надо ехать без флага и без гимна. Хорошо. Я хотела бы еще добавить. Профессиональный спортсмен, но то он и профессиональный, чтобы уметь в нужный момент собраться. И да, если ты так, тебе так необходимо, да, вот этот флаг, видеть его, там, слышать этот гимн. На самом деле пропой его про себя, посмотри ты на флаг, соберись и докажи. Это же на твой результат, в принципе, не должно никак влиять. Ты выходишь, у тебя целая страна за тобой, которая споет за тебя, вот Ваня правильно сказал, и споет за тебя, и поднимут, и будем гордиться. Поэтому профессионализм здесь, собирайте, сделайте свое дело. Дмитрий, как педагог, у вас же школа бега, можете посоветовать, что надо сделать, чтобы собраться, и особенно, если ты в расстроенных чувствах, своему ученику, если бы он был олимпийским бегуном, вы бы что посоветовали? Если нужен флаг, можно его где-нибудь под маечкой нарисовать. К сердцу. Да, к сердцу, да, как. Вот, ну, если без шуток, то я бы сказал ему, что мы готовились, например, мы готовились очень долго к этой цели, и нужно выложиться на все 100%. Даже если нет флага, она за тобой стоит страна, на тебя смотрят, люди тебя все знают. И чтобы попасть на Олимпиаду, нужно же сначала дойти до чемпионата России, а чемпионат России бывает очень сложно выиграть, чтобы попасть на Олимпиаду. И спортсмен, приложивший все свои усилия, чтобы выиграть Россию и попасть на Олимпиаду, я думаю, там он выложится по максимуму и должен это сделать именно там, на Олимпийских играх. Хорошо, у нас с вами есть еще время подвести итоги и поговорить про долговременные последствия вот этого большого скандала. Но это даже не скандал, это полноценный кризис международный и кризис нашего отечественного спорта, как ни крути, неважно, какими причинами он вызван. Вы можете там думать, что внешними или внутренними, это неважно. Прежде чем будем подводить итог, давайте послушаем мнение олимпийской чемпионки, гимнастки Ирины Зильбер. Я не готова комментировать эту ситуацию, что там было на самом деле. Я хочу поддержать спортсменов, всю общественность и свою страну, потому что та горечь, та боль от происходящего, она достается нам в той же полной мере, как и спортсменам. То, что это несправедливо, больно, обидно, это эмоции. Мы, как сильная нация, должны это пережить, принять, объединиться. Мы были воспитаны так, что мы выступали вместе со своей страной. Мы не представляли выступления ради себя. Как бы поступила я на то время, однозначно я бы не пошла. Я думаю, что испытания не по силам не даются, и те люди, кто столкнулся сейчас с этой проблемой. Может быть, эти олимпийские игры не только их не предел, а может быть, это какая-то запятая в их жизни, которую они перешагнут и добьются чего-то намного большего, масштабного и великого. Завершаем, подводим итог. Можно вас спросить про прогноз? Вот мы едем под нейтральным флагом. Часть спортсменов не попадет из-за подозрений в использовании допинга. В общем, зачете, который будет совсем уж неофициальным, потому что нигде не будет триколора. Мы на каком месте будем? Первое, второе, третье? Здесь медали считать уже точно не стоит. То есть здесь, я так думаю, что любая медаль будет на ней золото, и мы будем гордиться ей безмерно. А вообще, в принципе, подводя итоги, действительно правильно, что нужно сейчас без каких-то эмоций, без истерик собраться. Нужно подвести какую-то промежуточную черту. То есть то дно, на котором мы были, мы его пробили, мы опустились еще ниже. И на сегодняшний день мы, в принципе, должны просто понять, куда двигаться нам нужно дальше. То есть мы либо еще раз его пробиваем и опускаемся еще ниже, либо действительно строим какую-то долгосрочную программу развития нашего детского спорта, нашего массового спорта. Думаем о том и воплощаем, так скажем, различные проекты в развитии инфраструктуры, о возможности просто заниматься физкультурой и спортом, обучение детей, обучение тренерско-преподавательского состава. То есть если сейчас посмотреть правде в глаза на сегодняшний день, чем мы можем гордиться, кроме отдельных профессиональных спортсменов, которые защищают честь страны на международных аренах? Ну, хоккей вроде неплохой. Хоккей, да, здорово, отлично. И поставлены школы, в числе юношеские. Могу ошибаться. Наверное, нужно глубже просто копать в эту проблему. Хорошо, ладно, хоккей. Хоккей не один единственный вид спорта. Даже зимние, а еще есть и летние. Давайте посмотрим, реально, чем мы можем гордиться. Ну, действительно, конкретными именами в Екатеринбурге, не знаю, Шипулин. Все знают, кажется, даже те, кто не любит наблюдать биатлон, знают эту фамилию. А есть ли действительно школа, есть ли тренеры, есть ли инфраструктура, есть ли возможность заниматься? Вот реально, то есть захотел ребенок заниматься, куда его отдать? Как это сделать? Удар по голове как стимул. Отлично. Я хочу вам еще одну небольшую цитату привести. Олимпийский чемпион Егор Михонцев, он боксер, но у него очень важная мысль была. Он рассказал о долговременных последствиях и вспомнил пример 80-го года, когда у нас была Олимпиада, на которую не приехали американцы. И вот что он говорит. Потом мы в 84-м году не поехали на Олимпиаду в Лос-Анджелес. И что из этого хорошего вышло? Я сужу даже по своему виду спорта. Потом в 88-м году в Сеуле не самое лучшее выступление. В 92-м у нас нет ни одной золотой медали. Это через 12 лет. Вот и сейчас сидит мальчик или девочка, которые занимаются спортом. Им 12-13 лет. Они мечтают попасть на Олимпиаду в 24-м или 28-м году. И тут такая ситуация. Мы не поедем никуда из-за политики. Да у них это убьёт желание заниматься спортом. Спорт непобедим, он всегда останавливал войны. А сейчас у нас наоборот. Спорт ассоциируется с войной и какой-то грязью. Дестимулирующим будет вот этот кризис нынешний наш Олимпийский, нашего движения национального Олимпийского. Так уже мы плоды пожимаем. Допустим, по летним виду спорта касается нашего вида спорта, лёгкой атлетики. Сейчас нету такого прироста. Нету, во-первых, в бюджет урезан, потому что спортсмены не выступают на международных соревнованиях. Естественно, кумиры... Где их смотреть? Где их видеть? На кого равняться? Если два года человек не имеет возможности выйти на беговую дорожку и показать себя, показать, что он сильный. Поэтому пожимаем плоды кризис. Что дальше будет? Сегодня в администрации города разговаривали тоже на эту тему. И есть такое предположение, что наконец-то может быть, после этой Олимпиады что-то начнётся с чистого листа. Что нашим спортсменам всё-таки, если всё будет хорошо, если не будет к нам никаких претензий, к нашим выступлениям, что разрешат на закрытии уже быть под нашим флагом. Но только наше положение. Будем верить в лучшее, что на самом деле этот беспредел должен когда-то закончиться. Когда-то должно быть светлое будущее. И мы оттолкнёмся, как Иван сказал, от самого дна и пойдём наверх. Дмитрий, у нас очень вдохновляющий финал. Но я не могу вас спросить про нехорошее. В вашей карьере были неприятные ситуации, когда спортсмены, коллеги из других стран вели себя не вполне корректно или организации не вполне корректно на соревнованиях. Может быть, по вашему ощущению, на Олимпиаде в Корее приедут туда наши спортсмены, а у них перед соревнованием внеочередная проба какая-нибудь. Ну, это же можно устроить. Скорее всего, так оно и будет. Так и будет при каждом удобном случае. Наказали сейчас недостаточно. Наших спортсменов будут дёргать. Могут даже прямо перед стартом вызвать, задать пробу. Всё возможно сейчас. – Хорошо. Ну, будем надеяться, что они к этому будут готовы не меньше, чем мы сейчас. Ну, в конце давайте закончим, чтобы не совсем уходить в грусть, курьёзом. Антон Баков, большой весельчак, екатеринбуржский политик, он тут недавно договорился с одной африканской стороной, республикой Гамбия, о том, что они признают суверенитет его нового государства, Романовской империи. Он уже заявляет о том, что возродил монархию, российскую Николай III, нынче на престоле, на небольшом африканском острове. Но вот незадача. Баков сегодня выразил сожаление, представляя свою Романовскую империю, о том, что его страна пока не является членом Международного олимпийского комитета и не может предоставить российским спортсменам возможность выступать под своим флагом. Ну, давайте хотя бы веселиться, даже если очень грустно. – Очень грустно. – Спасибо вам огромное. – Прекрасный анекдот. – Государственная. – Это чистая правда. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова